Привет всем! Меня зовут Катя, и я создаю керамику под брендом Клементьевый Керамикс. Поздравляю вас, мои дорогие, с наступающим Новым Годом! Желаю вам творческих успехов и вдохновения! Я успела сделать небольшую предновогоднюю коллекцию расписных тарелочек. Поближе с изделиями можно познакомиться в моем интернет-магазине на ярмарке мастеров. Ссылка в описании к ролику. За последний месяц у меня было очень большое количество заказов. Я выполняла изделия под заказ, как индивидуальные, так и оптовые. С одним из оптовых заказов вы познакомитесь в этом видео. Многие керамисты не выполняют изделия под заказ по индивидуальным размерам заказчика. Я же люблю делать различные проекты, которые могут быть совершенно не свойственны моему стилю, но интересны мне с точки зрения изготовления и технологий. В этот раз мне выпал необычный заказ на партию из 100 подсвечников. Все изделия выполняла полностью вручную на гончарном круге. Я думаю, можем начать смотреть процесс. Постараюсь с вами делиться всеми сложностями изготовления. Также показать всю красоту процесса работы за гончарным кругом. Начинаем создание изделий с обыкновенной нарезки кусочков глины. Сегодня мы будем работать с белой низкотемпературной французской массой. Кусочки должны висеть одинаковое количество грамм, иначе все изделия получатся разных размеров. Каждый комочек по весу составляет 250 грамм. Некоторые комочки проминаем, поскольку они состоят из нескольких маленьких кусочков. И это необходимо для однородности шарика. После проминки комочки кладем в пакет, или под пакет, и обкладываем маленькими мокрыми тряпками, чтобы глина не подсыхала. Во время гончарки желательно, чтобы глина была очень мягкой и влажной. В обратном случае будут сильно болеть руки. Да и создавать изделия из пластичной массы намного проще. Справа от меня стоит столик, куда я укладываю готовые изделия. А глину кладу обычно перед гончарным кругом или рядом с собой снизу. Также на гончарный круг я обычно ставлю большое ведро с водой. Глины остается на руках много, и ее нужно часто смывать. Поэтому чем объемнее ведро, тем лучше. Начинаю работу с глиной на гончарном круге с того, что центрую ее. Сначала вытягиваем конус, затем опускаем и снова вытягиваем. Повторяю эти движения раза 3-4, пока не почувствуя, что глина стала податливой и равномерно увлажнилась как внутри, так и снаружи. Затем постепенно раздавливаем глину в блинчик. Это нужно делать постепенно, не торопясь, иначе может произойти расцентровка массы. Блинчик лучше сразу сделать конусообразной формы, поскольку в дальнейшем в центре нам нужно будет сделать отверстие под свечу. А для этого нужны будут запасы глины в середине. После создания блинчика медленно поднимаем стенки подсвечника до того момента, пока общий диаметр окружности не составит 15,5 см. Почему такой диаметр? Все очень просто. Заказчик изначально озвучил свое ТЗ, и в нем говорилось о том, что диаметр подсвечника должен быть 15 см. Поэтому с учетом сушки и обжигов наш размер 15,5 см превратится в 15 см. Кстати, во время вытягивания стенки главное не делать стенку слишком тонкой, а то она может обвалиться. Далее начинаем постепенно продавливать центр, но не насквозь, а то подсвечник у нас получится с дыркой. Теперь поднимаем стеночки кольца. По ТЗ заказчика диаметр внутреннего кольца после сушки и обжигов должен составлять 2,7 см. Поэтому я делаю на круге кольцо с запасом 2,9 см. Дело в том, что после сушки и обжигов изделие уменьшится в размерах, и поэтому всегда нужно учитывать усадку. Подсвечник сформирован. Сейчас нужно его немного подсушить, чтобы он лучше держал форму. После сушки немного подточим работу. Для этого я использую различные острые и режущие инструменты. Обточка это тонкий процесс, ведь можно и дырку сделать неловким движением. Кто-то отметит, что в гончарном деле важна устойчивость и жесткость рук. Если движения будут неточными, то тогда изделие выйдет неровным. Это приходит с практикой. Но если вы начинающий керамист, то запомните, что инструменты нужно держать максимально уверенно и следить за тем, чтобы ваши руки твердо лежали на круге или бедрах. Теперь изделие можно срезать леской и поставить на стол. Конечно, во время процесса не все идет гладко. Иногда работы не получаются. Но это нормально и является частью работы. Можно получить брак на любом из этапов. Так, например, были изделия, которые во время обжига дали трещину посередине. Были работы, у которых неравномерно легла краска на поверхности. Также есть несколько изделий, у которых повело окружность. И они стали больше напоминать эллипс. Керамика – это непредсказуемое ремесло. Вы можете трудиться над работой несколько дней, а в итоге получите трещину на дне или краска ляжет неровно, и вам придется все заново перекрашивать. В начале пути, конечно, это немного огорчает. Но со временем ты начинаешь спокойнее относиться к различным непредсказуемым моментам в керамике. Вернемся к гончарке. Обычные гончары партиями по 9 штук. Уже готова первая группа, и можно отправлять ее на сушку. Выкладываю изделие на гипс. Для того, чтобы сушка дна проходила более равномерно, накрываю работы пакетами с пробитым центром, чтобы середина у изделия просыхала быстрее, чем стенки. Если оставить сушить изделие просто так, то в центре пойдет трещина из-за того, что корья высыхают быстрее и образуется напряжение в середине. Как здесь. Да, вы правильно поняли. Изделия будут сохнуть дня 3 или 4, после чего все работы замываются и отправляются обжигаться в печку. Это будет первый их обжиг, и он называется утильным. Благодаря ему изделия становятся твердыми и готовыми к покраске глазурями и эмалями. После того, как изделия прошли первый обжиг, можно начинать их покрывать глазурью. Для этого нужно развести белую глазурь. Перед покраской лучше перемешать ее хорошенько. Можно просеять через сице, если есть совсем маленькие комочки. Далее мы берем щипчиками подсвечник и окунаем в белую глазурь. Долго держать изделие в краске не стоит, иначе получится толстый слой глазури. После того, как достали подсвечник, немного трясем его, чтобы стекла вся краска. Таким образом красим все изделия. После того, как краска подсохла, можно очистить дно деревянным стеком. Чистим дно для того, чтобы во время обжига глазурь не потекла и не прилипла к лещатке в муфельной печи. Подробнее о глазурях я рассказывала в предыдущем видео. Если вам интересно узнать про эту краску, то ролик окажется для вас очень полезным. Я покрасила всю партию изделий. Теперь ставлю их снова в обжиг. Его называют плиты. Глина обжигается при большей температуре, становится твердой и проходит все этапы, чтобы стать керамикой, пригодной для использования. Посмотрите, какая красота! Все изделия получились чудесными, с ровным покрытием. Теперь можно начинать готовить их к отправке. Каждую работу я тщательно упаковываю в пупырчатую пленку и выкладываю рядами в коробку, прокладывая между каждым рядом пенопласт. Нужно, чтобы в коробке все изделия были плотно упакованы и не тряслись, иначе керамика разобьется. Все коробки упакованы и переданы курьеру. Ура! Я справилась с этим непростым заказом. Кажется, что подсвечники это такая простая форма, но в ней было столько нюансов. Но я рада, что я справилась и не опустила руки раньше времени. Друзья, если у вас есть какая-то идея для заказа, или вам нравится определенная керамика, и вы хотели бы что-то в своем стиле, то ни в коем случае не стесняйтесь. Пишите мне в группу ВКонтакте. Мы с вами согласуем все этапы. Я буду рада создать изделия по вашим эскизам, по вашим задумкам. Мне это нравится, мне это интересно. Еще раз с наступающим годом, друзья! Всего вам хорошего! Я вас сильно обнимаю. Пока!